так на ремонте вот такой пульт управления данной ситуации управление люстрой ну вот она таким образом управляется включается выключается но покажу вам на примере ремонта вот этой люстры такая же ситуация такой же пульт только вот этот и это работает то не работает больше не работает если взять вытащить батарейку некоторое время то один раз пару раз можно включить потом опять не работает вот я ее разобрал снял снял сейчас покажу как она устроена внутри вот плата она закрыта крышечкой крышечка просто на клипсах снимается и все корпус остался а крышечку снял ну вот там такая плата значит чтобы вот здесь вот стоят транзисторы вот здесь вот я поменял другой поставил здесь стоит драйвер ну или преобразователь на 5 вольт 78 l05 маломощный на 100 миллиампер я поставил на 1 ампер l7805 думаю почему потому что просаживается значит у него если посмотреть вот справа справа вход потом земля потом выход и напряжение при включении релюшек просаживается до 4 и 7 4 и 6 вольт пока выключено 5 поставил более мощный думал какие-то характеристики просели поставлю более мощный конденсатор преобразователь поставил все равно просаживается то есть это не помогло и что я посмотрел по ходу вот смотрите значит вот этот левый это выход и у него на питании вот только микросхема на обратной стороне вот эта микросхема и потом еще идет на вот эту схему вот это микросхема черного и потом еще идет на эту плату питания но по ходу стоит конденсатор на 220 микрофарад вот я его выпаял проверил а там ноль вообще нет сейчас все покажу для проверки конденсатора я использую ESR метр он подключается к кроне но я взял блок питания какой-то от какой-то мобильного вот такой на 9 вольт разобрал крону от нее взял папу маму и теперь у меня получается вот эта игра постоянно нет нет кроны надо бежать в магазин этим я пользуюсь не так часто значит проверяем ставлю ножки правда маленькие так это я новую вытащу не помню кто из них новый сейчас проверим кто из них новый я выпаял вот отсюда какая-то я никогда не выбрасываю никакие платы где из конденсатора особенно вот это значит новый с более короткими ножками еле 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 подходит сейчас как-то попытаюсь прихватить проблемная ситуация куда-то ну вот он показывает 25 пк фарада должно дать 220 не но это 0 это 0 полезно в магазин это у меня чердак там у меня хранятся разные это от какого-то телевизора и вот вставляем сюда же и проверяем я кстати еще не не проверял этот конденсатор выпаял 190 микрофарад в принципе плюс минус но это маловато сейчас буду искать более свежий который будет ближе к 220 микрофарад потому что 190 это как то не очень не очень честно говоря или надо может быть значит поставлю вот так еще раз проверяем лучше зажал 192 слабоват выпаял следующий ну или из другой телевизор достаточно старый из другой платы какой-то сейчас найду подходящий и поменяю так выпаял следующий 204 микрофарад был тот был 192 это 204 тоже плохо ищем еще итак из другой платы не из ниже этой из вот этой это какой-то контроллер управления сгоревший насосом 227 226 микрофарад отлично он правда не на 16 на 25 вольт но тем лучше все теперь ставлю на место и пробую подпаиваю главное не перепутать это электролитический конденсатор не перепутайте здесь есть полосочка минус очень большую роль играет плюс минус не перепутайте запомните как был и так хочу обратить ваше внимание что я ну во первых я поставил транзистор транзистор преобразователь на 5 вольт на место родной конденсатор другой поставил но это не помалу значит при включении немножко просаживаются до 4 и 9 но проблема не в этом значит смотрите у меня есть три релюхи они управляются 12 вольта ну тут на ней написано 12 вольт значит у реле сейчас покажу значит контакты он такой большой реле поэтому вот контакт вот эти три и вот этот один вот один два три четыре это его контакты следующий реле вот этот вот этот вот этот раз два три и вот это 4 значит вот это и вот это возьмем а верхняя вот это и вот эта силовая а а вот и вот это это управляющих значит управляются вот он этим транзистором значит на на нижнюю ножку идет общий плюс а вот через транзистор через этот транзистор тут их три вот первый ножки транзистора второй и третий значит первый включаю здесь 12 вольт второй включаю это когда одну кнопку а это верхний транзистор б средний и с нижний один включается он по умолчанию как только в сеть включаешь он включается здесь 12 вольт два включаю уже падает до 9 вольт но еще тогда работает а когда и получается и здесь и здесь есть питание когда третий вот включаю с или общим он он включаются все три и напряжение на них 6 вольт и все не выключается то есть проблема в том что просаживается напряжение и он уже не может работать значит сейчас ищем где просаживается и будем и тогда я думаю решится вопрос где ну посмотрим не знаю еще ну что же там в цепи 12 вольт есть конденсатор на 470 микрофарад и вот он показывает 418 играет ли это роль не знаю но поменять поменяем а там будем дальше смотреть 418 вместо 470 не слабо подбираем на 470 легко найти 25 вольт здесь стоит потому что 12 сейчас поменяем и посмотрим чем все закончится ну что же стыдно признаваться но я был не прав хотя эти конденсаторы тоже были просаженные электролиты но с самого начала я видел что вот этот конденсатор он у него он 155 джей это 1 это 1.5 микрофарад и 400 вольт ну я подумал что померял просто тестером у меня есть там прозвонка и он 1.1 показал но я подумал 1.5 1.1 просел ну и ничего страшного и начал вот играться с чем угодно но оказалось все таки дело в нем не нашел я 1.5 микрофарад на 400 вольт на 250 есть на 400 не нашел поэтому я просто параллельно к нему добавил еще один конденсатор чтобы поднять еще 0.5 добавил подтянул ближе к 1.5 и все ну надо его поменять но пока я попробовал просто в параллель тоже на 400 вольт конденсатор и его значит сейчас скажу точно какой номинал ну что-то 0.36 да 0.36 микрофарад и в принципе видите там 364 или 384 394 то есть ну по сути дела 0.4 микрофарада и все теперь если включить то все работает сейчас включаю и теперь включая именно эту общую все три включаются свет включается это тоже включается это через раз но тут кнопка немного выделывается но работает значит ну вот такая история значит просто если бы с первого раза поменяли этот конденсатор это бы помогло ну а по идее я поменял все и это правильно поэтому обратите на это внимание ремонт собственно несложный но найти на 400 вольт не просто конденсатор у меня полно на 250 на 400 вольт нужно заказывать или в магазине поэтому повторяйте в обратной последовательности ставим и будет вам счастье подписывайтесь на канал если вы как-то по-другому определяете неисправность тоже пишите ну и ставьте лайк и я вас жду на канале на следующем видео и